Всем привет! С вами Эльдар Муртайзен, канал Mobile Review. У меня в руках TCL Next Paper 1. Обзор вышел на сайте, но видео не было. Я хочу поговорить про этот планшет и то, что он умеет. Потому что технология Next Paper достаточно интересна тем, что экран матовый, похож чем-то на E-Ink, но E-Ink не является. У первого планшета 10-дюймового были определенные проблемы с производительностью, были нарекания на то, насколько быстро работает интерфейс. Это бюджетный планшет. Стоит он в России 16 тысяч рублей. К сожалению, стилуса нет в комплекте, хотя экран его поддерживает. И также как S Pen поддерживает 4096 нажатий, но вам придется его докупить отдельно. Планшет интересен для тех, кто ищет большую электронную книгу. Электронные книги не секрет, что в общем-то стоит недешево сегодня. Но это домашняя электронная книга, вряд ли вы будете таскать с собой в кармане такой планшет, но надо иметь очень большие карманы. Но хороший экран — это компромиссное устройство. Почему компромиссное? Потому что Mediatek P60, чипсет не самый быстрый, 4 гигабайта всего лишь оперативной памяти. И вот тут все закричат, о боже, тут же Android 13 — это минимальные требования. Это действительно так. И 128 гигабайт — это eMMC. Эта память не самая быстрая. Да, можно добавить до гигабайта, до терабайта карты памяти, но тем не менее, давайте признаемся честно, это не самый быстрый планшет. Но здесь пытались сделать, собственно говоря, очень простую вещь в T7 Mobile. Пытались внедрить Next Paper экран в базовую недорогую модель. Им это удалось. Батарейка 8000 мАч, заряжается она около трех часов вот стандартным таким зарядником на 18 ватт. USB Type-C здесь. Давайте посмотрим вблизи на планшет для того, чтобы оценить, что он умеет. Экран матовый, на нем практически не остаются следы от рук. Если посмотреть на мой аппарат Galaxy Fold, то тут следы от рук остаются, ну, в общем-то, на экране и там потертости, еще какие-то вещи. Здесь же следы от рук не остаются, экран матовый. 400 нит, 1095, 11 дюймов, почти Full HD разрешение. И экран имеет целый ряд настроек, которыми я хочу с вами поделиться. Яркость авторегулировкой до 400 нит, при этом в авторегулировке в обычном режиме 350 нит. Защита зрения. Встроенный аппаратный фильтр синего цвета. Теперь смотрим, да, включаем. Уходит немножко в другие, более серые тона. Мы можем световую температуру регулировать. Здесь есть датчик освещенности, RGB датчик, что для бюджетных устройств, в общем-то, необычно. Действительно, вокруг экрана в этом планшете наворотили очень много. Вы можете регулировать цветовую температуру вот таким вот образом, насыщенность цвета. И это необычно для планшета такого уровня. Сейчас я отключу этот режим. И давайте посмотрим то, о чем я говорил. Цветовая температура. Насыщенная с RGB, естественная, яркая. Допустим, оставим яркую. И давайте посмотрим на NextVision. NextVision лучше всего показать, наверное, вот так. У нас есть здесь чип, который отвечает за улучшение картинки. То есть картинка перед тем, как выводится на экран. Она, ну вот вы видите, здесь демонстрашка, которая в идеальных условиях показывает, насколько меняется картинка. Она становится ярче. Работает ли? Да, работает. Становится ярче, четче. Не всегда и не для любого контента. Тем не менее, это очень хорошая фишка. Если же мы говорим о настройках под себя, то тут есть гаммы. Мы можем выбрать ту гамму, которая подходит больше для нас. Возможно, вы не увидите разницу, но она есть. Это тонкая настройка планшета под себя. И самое главное, режим чтения. Режим чтения делает его де-факто черно-белым, чем-то похожим на ИИНГ. Глаза здесь действительно не устают, и вы можете спокойно смотреть книжки, читать книги. И это удобно. В какой-то мере этот планшет замена электронной читалки. Отключу этот режим, и мы вернемся в настройки. Давайте посмотрим то, о чем я говорил. Кратко настройки устройства, точнее его характеристики. Это TCL UI 5, Android 13, 8000 батарейка, Mediatek P60. Фронтальная камера 8 мегапикселей, основная тоже 8 мегапикселей. Камеры, честно признаюсь, не самые лучшие, бюджетные. Если вам нужны звонки, видеозвонки, например, мне кажется, вы не будете использовать этот аппарат. Почему? Потому что, конечно, картинка, которую увидит ваш собеседник, не лучшего качества. И вот посмотрите, да, это достаточно бюджетная картиночка. Во всех смыслах цветочки расплываются, ну и так далее. То есть это не то, о чем стоит мечтать, на мой взгляд. Тем не менее, производительность в интерфейсе более менее неплохая. Запускаем настройки, передвигается, но периодически планшет бюджетный, он притормаживает, хотим мы того или нет. Если говорить про звук, то звук за счет четырех динамиков здесь очень неплохой. И просмотр, например, видео на этом аппарате, это прям хорошая история. Он действительно громкий. Говоря про планшет, мы всегда говорим, ну, время работы, понятно, что не как у смартфона, но 7-7,5 часов работы экрана вы спокойно добьетесь. Защита зрения, экран имеет возможность в электронную книгу превратиться, но в комплект не входит стилус. Стилус поддерживается второй версией US-I, не как США, на конце I, как интернет. Universal Stylus Initiative, то есть второй версии. Это активные стилусы. Купить его придется отдельно, стоят они по-разному. Вот это купил я на Алиэкспресс, по-моему, долларов 25 он стоил. Нажимаю на кнопку, он должен вот тут, вот, у меня заработал стилус. Он активный. До 4096 нажатий поддерживается. И здесь есть приложения, которые позволяют работать со стилусом. Я вот могу писать. И при этом, допустим, у меня поддерживается, ну, вы видите, да, в зависимости от нажатия, у меня получается разная картинка. J-Notes позволяет мне рисовать все, что угодно, писать от руки, а самое главное, что здесь есть поддержка давления ручки. То есть я по умолчанию могу это давление установить, чтобы не давить каждый раз на экран, а изначально поставить под себя, как мне это нравится. Для тех, кто рисует, для тех, кто пишет от руки, планшет по соотношению цена-качество, ну, вы просто не найдете альтернативы с таким экраном. И все построено вокруг экрана. То есть TCL Mobile попытался сделать этот планшет самым интересным по экрану NextPaper, поддержке стилуса, которого нет в комплекте, придется докупать отдельно. И в этом качестве у них все получилось. Планшет с изюминкой. Если смотреть на конкурентов, которые стоят примерно столько же, у них больше памяти. У них обычные IPS-матрицы, глянцевые экраны. И нет вот этих преимуществ. То есть модель достаточно популярна в России. Популярность модели обусловлена тем, что ее показали официально в России, где-то в середине июня. Но до презентации первая партия была уже продана, без какой-либо рекламы, без освещения. Люди покупали NextPaper 11, потому что они знали про этот экран по предыдущим моделям. 12.4, десятки. И этот планшет оказался, знаете, по соотношению цена-качества, хорошо попал в аудиторию. Для детей, для подростков. Я знаю несколько человек, которые купили планшет именно для того, чтобы приобрести стилус и работать с ним. И это прикольная штука. На самом деле прикольная, потому что вы можете с планшетом работать, рисовать и так далее. Что происходит со следующими партиями? Они тоже продаются очень быстро. Опять-таки, с поправкой на TCL Mobile. Это не Samsung, это не Huawei, это не компания такого размера. Но неожиданно этот планшет оказался востребован. Соотношение цена-качество и все вокруг экрана NextPaper. Что-то другое, отличное и необычное. И интересно, что вслед за TCL в это направление пойдет несколько крупных компаний, которые представят нечто подобное. Но совершенно в других ценовых классах. Ой-ой-ой, там ценовой класс 50 тысяч рублей и выше. Поэтому, если вам нужен 11-дюймовый планшет, докупайте стилус, чтобы рисовать, я имею в виду, или писать от руки. И будет вам счастье. Это самое дешевое решение такого рода. Жаль, что TCL Mobile не привез стилусы. Их придется докупать на том же Алиэкспрессе отдельно. Либо это планшет для тех, кто читает, для тех, кто беспокоится о зрении. С этой точки зрения это действительно аппаратная защита. Фильтр синего цвета. Это хороший NextPaper экран, который приближается к E-Ink. Это не E-Ink, но близко. Ну и тут пожаловаться можно, наверное, на то, что яркость максимально 400 нит не больше. Но для помещения этого более чем достаточно. Напомню, что в большинстве ноутбуков сегодня 300, 350, 400 нит. Во флагманах 500 нит. И мы не жалуемся. Поэтому, в общем-то, этот экран, он себя проявляет неплохо. Ну и хорош для просмотра фильмов. Стриминг любой, 4 динамика, громко достаточно. 16 тысяч рублей. Стоит ли того? Однозначно стоит. На этом все. Удачи, хорошего настроения. До новых встреч.